Продолжение следует... От севера-северо-востока. Остров скелета, восток-юго-восток и на восток. Слитки серебра в северной яме. Отыщешь ее на склоне восточной горки. Мечтая о предстоящем плавании, я много часов провел над картой острова и выучил ее наизусть. В своем воображении я тысячи раз подплывал к острову с разных сторон. Иногда он кишел дикарями, и мы должны были отбиваться от них. Иногда его населяли какие-то странные существа, и мы должны были бороться с ними. Но все эти воображаемые приключения казались пустяками в сравнении с теми странными и трагическими приключениями, которые произошли на самом деле. Таверна, подзорная труба. Не отвлекайся. О, Джон Сильвер. Вы мистер Сильвер? Да, мальчик, меня зовут Сильвер. А ты кто такой? Я Джим Хокинс. О, так ты наш новый юнга. Да, здравствуй. Черный пес? Держите его! Скорее, это же черный пес! Он же убежит, ну скорее! Стой! Сладайте его! Это же черный пес! Ты же попадешь под каретку! Сильвер! Но ведь это же черный пес! Ну скорее же, догоните его! Но он же уйдет! Ну что вы, все сидите! Скорее, догоняйте его! Он черный пес, понимаете? Я прошу вас, догоните его! Не наплевать, как его зовут! Он удрал, не заплатил мясо, выпивку! Черный! Гарри! 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 Догони его! Гарри! Как ты сказал, как его зовут? Черный, дальше черный кто? Кот? Пес! Тьфу, пес! Раз вам мистер Трелани не рассказывал о наших разбойниках? Нет! Так он из их шайки! Что? Да! Что, в моем доме? Абрайан! Я! Ты, кажется, сидел с ним за одним столом! Ты прежде никогда не видел этого черного пса? Никогда, сэр! И даже имени его не слыхал! Не слыхал, сэр! Ты смотри мне, Абрайан! Если ты будешь путаться с такими негодяями, ноги твоей больше не будет в моем заведении! Никогда, сэр! О чем он с вами тут разговаривал? О чем он с нами разговаривал? Вот я тебе и спрашиваю, о чем он с вами разговаривал! Не помню хорошенько, сэр! Не помню хорошенько! И ты можешь называть головой то, что у тебя на плечах? Нет, сэр! Вы говорили, наверное, с ним! О плаваньях! О плаваньях! О кораблях! О кораблях! О капитанах! Мы говорили о капитанах! Которых вмешивают на рейх! О! Джон! Гарри поймал его! От Гарри никто еще не уходил! Он? Нет! Ну, тогда я не знаю! Слушай, Хоккинс! Для меня все это может кончиться плохо! Что подумает обо мне? Капитан Смолин! Я же не виноват, что этот проклятый голландец лакал у меня в выпивку! Если б я был первоклассный моряк, как в доброе старое время, вот тогда бы он от меня не ушел! Объясни ему, что я не мог за ним угнаться на одной ноге! А деньги? За три кружки! Вот дьявол! Про деньги-то я и забыл! Я не могу! Сэр! Капитан Смолин хочет с вами поговорить! Я всегда к услугам капитана! Попроси его, пожалуйста, сюда! Попроси его, пожалуйста! Прошу! Ну, что скажете, капитан Смолин? Надеюсь, все в порядке? Шхуна готова к отплытию? Вот что, сэр! Я буду говорить откровенно! Даже рискую поссориться с вами! Мне не нравится эта экспедиция! Мне не нравятся ваши матросы! Мне не нравится мой помощник! Вот и все! Коротко и ясно! Быть может, сэр, вам не нравится так же и шхуна! Я ничего не могу о ней сказать, сэр, пока не увижу ее в плавании! На первый взгляд она построена неплохо, но сейчас об этом говорить рано! Тогда, сэр, быть может, вам не нравится ваш хозяин! Э, погодите, погодите, погодите! Это кроме ссоры у нас ничего не выйдет! Капитан, вы сказали, слишком много и слишком мало! Мы праве требовать объяснений! Вы сказали, что вам не нравится наша экспедиция! Почему? Видите ли, сэр, меня пригласили, чтобы я привел судно туда, куда пожелает вот этот джентльмен! Но не назвали целью путешествия! Вскоре я убедился, что самый последний матрос знает о цели экспедиции больше, чем я! По-моему, это некрасиво! А как по-вашему? По-моему, тоже! Затем я узнаю, что мы едем искать сокровища! Причем, заметьте, я узнаю это от своих собственных подчиненных! А искать сокровища-то дело щекотливое! И потом, поиск сокровищ вообще не по моей части! Я не испытываю никакого влечения к подобным занятиям! Тем более, что эти занятия секретные! А секрет, прошу прощения, мистер Треллани, выболтан, так сказать, попугаю! Попугаю Сильвера? Это поговорка, сэр? Да! Которая означает, что секрет уже ни для кого не секрет! Мне кажется, вы недооцениваете трудности дела, за которые взялись! И я вам скажу, что я думаю об этом! Вам предстоит борьба не на жизнь, а на смерть! Что ж, по-вашему, мы наняли недостаточно опытных моряков? Не нравятся они мне! И если уж говорить на чистоту, набор команды следовало бы поручить мне! Я не спорю, не спорю! Конечно, моему другу следовало бы нанимать команду вместе с вами! Да, сэр! Да! Но это случайный промок, уверяю вас! Здесь ничего нет преднамеренного! А теперь, капитан, скажите напрямик, что вам от нас нужно? Вы твердо решили отправиться в это плавание, джентльмены! Бесповоротно! Отлично! Если уж вы до сих пор слушали меня терпеливо, хотя я говорил вещи, которые не мог доказать, послушайте и дальше! Прошу вас, капитан! Оружие и порох складывают в носовой части судна! Хотя под этой каютой есть прекрасное помещение! Почему бы не сложить их туда? Это первое! Затем, вы взяли с собой троих слуг! Я слышал так, что кое-кого из них тоже собирается поместить носовую часть! А почему бы им не устроить койки возле вашей каюты? Это второе! Есть и третий! Есть! Слишком много болтают! Да, болтают слишком много! Передам только то, что я слышал собственными ушами! Говорят, будто у вас есть карта какого-то острова, и на ней крестиками обозначены места, где зарыты сокровища, и что этот остров находится вот здесь! Я не говорил этого ни одному человеку! Но каждый матрос знает об этом, сэр! Это вы, Ливси, все разболтали! Теперь уж все равно, кто разболтал! Капитан Смоллетт, когда вы явились сюда, я думал, вы потребовались от нас много больше! Видите ли, сэр, я не надеялся, что мистер Трелани выслушает хотя бы одно мое слово! И не стал бы слушать! Если бы не Ливси, я сразу послал бы вас ко всем чертям! Но как бы там ни было, я выслушал вас и сделаю все, что вы требуете! Прекрасно! Однако мнение мое о вас изменилось к худшему! А это как вам будет угодно, сэр! В дальнейшем вы поймете, что я только исполнил свой долг! Вот капитан Флинт, я назвал его в честь знаменитого пирата. Он предсказывает, что наше плавание окончится удачно. Верно, капитан? Ты знаешь, ему лет двести. Да. Попугаи живут бесконечно долго. Он плавал с Инглендом, знаменитым капитаном Инглендом, пиратом. Ах, что он поедал на своем веку! Верно, Флинт? Ты слой? И всех сдернуть дарю! А что ты хочешь? Поживешь среди дегтя, так невольно запачкаешься? Он ругается как тысячи чертей, но ничего не понимает, что горе. Он у меня отличный моряк. Кастры! Ох! Пираты! Пираты! Нашему сквайру! Доктор! Капитан! Оп! А вот и Джим. Слушайте, Сильвер, ступайте-ка на камбус и проследите за тем, чтобы люди получили ужин вовремя. Есть, сэр. Сильвер! Всей команде по порции пудинга! Слушаюсь, сэр. Славный малый наш повар. Очень возможно, сэр. Только не могу сказать, чтобы он был мне по душе. Ну что, Джим, как дела? Юнга, ко мне! Это вы меня зовете, сэр? Встать! Вот что, юноша, на корабле все команды выполняются без разговоров и только бегом. Ясно? Есть, сэр. Отправляйся на камбус. Там тебе найдут работу. Есть, сэр. Я не потерплю на судне любимчиков. Есть, сэр. Живее, ребята! Живее, живее! Быстрее, быстрее! Сильвер! Сильвер! Они что-то затеяли. Джойс и Хантер Рэддорфт переносят оружие из носового отсека в кормовой. Они что-то броняли. Ребята, это что же вы делаете, а? Джон, они переносят оружие. Это я сам вижу. А зачем, черт побери? Сильвер! В чем дело? Так ведь мы прозеваем утренний отлив, сэр. Они выполняют приказ капитана. А капитан здесь я. Вы поняли? Так точно, сэр. По местам! По местам. Простите, сэр, нам туда или туда? Вы Олух, Джойс. Спасибо, сэр. Пожалуйста. Веселее, ребята, веселее! Опа! Как дикпаста! Скоро станешь грозой морей! Все, с божьей помощью! Шут, давай! Гроза морей! Пошел, пал! Мирал! Расчистить! И кашкот травить! Топинант выбирать! Веселее выбирай топинант! Я же сказал, ги-ка, кашкот, травить! Давай, давай! Веселей! Давай, давай! Трави чего туда! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Долго мы будем еще вилять, как маркетанские лодки Клянусь, граммом мне до смерти надоел капитан Хватит ему командовать! Хочу жить в его каюте Мне нужны их разносолный и вина Вот что, Хэнс Ты будешь учтив И не выпьешь ни капли вина до тех пор Пока я не скажу тебе нужного слова Так когда же, когда ты скажешь это слово, Сильвер? Когда? Как можно позже, вот когда Немало я видел молодцов Которых повесили сушиться на солнышке А все почему? Почему? А, потому что спешили Спешили? 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 Петербург. Флинт был капитаном, а я был квартирмейстером. Потому что я потерял ногу в том же деле, что и старый Пью потерял свои иллюминаторы. Наш корабль, его звали Морж, до краев был полон кровью. А золота в нем было столько, что он чуть ко дну не пошел. Ах, что за молодец этот Флинт. Да, но главное ведь не в умении заработать, а в умении сберечь. Где теперь люди Флинта? А вот большей части здесь, на корабле. Рады, когда им подают вот этот пудинг. Да, а на берегу-то чуть с голоду не подыхали. Ей-богу. Вот и будь пиратом. Не будь дураком. Так всегда с джентльменами удачи. Но я поступаю не так. Я кладу все свои деньги под проценты в разные банки. Но нигде не кладу слишком много, чтоб не вызвать подозрения. Мне 50 лет. Но вот после этого плавания я буду жить как настоящий джентльмен. А начинал так же как и ты. Матросом. А ведь прежние ваши деньги теперь пропадут? Как вы покажетесь в Бристоле после этого плавания? А где, ты думаешь, мои деньги? В Бристоле. В банках и прочих местах. Они были там. Но теперь моя старуха забрала все деньги из банка. Подзорная труба продана. А старуха меня ждет в условленном месте. А старухе своей вы доверяете? Джентльмены удачи редко доверяют друг другу. Но меня не проведешь. Тот, кто опустит канат, чтоб бряхнулся старый Джон, тот долго не проживет. Одни боялись Пью, другие боялись Флинта. А меня боялся сам Флинт. Боялся меня. И гордился мною. Скажу вам по совести. До этого разговора, Джон, дело ваше было мне совсем не по вкусу. Но теперь... Дело ваше мне нравится. Я согласен. Ты очень храбрый и малый. И очень не глуп. Из тебя выйдет отличный джентльмен удачи. Такой, какого я даже и не встречал. Хочешь пирожок? Спасибо. Спусти с трех, Дик. На цедиробу. Как дела, Джон? Хорошие дела. Дик уже наш. Я знал, что он будет с нами. Он не из дураков. Этот Дик. А Алан и Том не согласны. Что с ними делать? А ты не знаешь? А где? На острове. Земля! 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 Доктор, я узнала ужасную вещь. Мне нужно поговорить с вами наедине. Джим, дружок, сходи-ка в мою каюту и принеси мне мою трубку. Хорошо. Капитан, я прошу вас спуститься вниз. Хэнс! Соберите команду. Все собрались? Я хочу поговорить с вами. Вы видите перед собой землю. Эта земля и есть тот остров, к которому мы были. Джон Сильвер внушал мне такой ужас своей жестокостью, двуличностью, своей огромной властью над корабельной командой, что я содрогнулся, когда он завопил наверху, ура, капитану Смоллету. Но матросы подхватили этот крик так сердечно и дружно, что, признаюсь, я усомнился в ту минуту в коварных замыслах Сильвера. А что мы с ними сделаем, когда они попадут к нам в руки? Вот этот человек мне по вкусу. Не о пустяках говорит, а о деле. Ну и что же мы с ними сделаем? Высадим на какой-нибудь пустынный берег? Или зарежем, как свиней? Вот так Флинк бы поступил. Да, Флинк был мастер на эти дела. Мертвые не кусаются, говаривал он. Он мертв. Теперь сам проверяет эту поговорку на себе самом. А я человек великодушный. Но я понимаю, долг прежде всего, поэтому я голосую. Убить. Вот этот по-нашему. Ура! Сильверу! Ура! Не надо, не надо. Да, капитан, вы были правы, а я не прав. Признаю себя ослом и жду ваших распоряжений. Из всего услышанного я сделал кое-какие выводы, и если мистер Трелл не позволит, изложу их вам. Вы здесь, капитан, сэр, распоряжайтесь. Во-первых, мы должны. Да? Мистер Смоллетт, из трюма порох исчез. Уступите мне сквайра, Треллани. Я хочу собственными руками отрубить ему его телячью голову. Я могу вам предложить. Я могу вам предложить. Мы должны быть насторожей и выжидать удобного случая. Больше всего польза нам может принести Джим. Матросы его не стесняются, а мальчик он сообразительный. Хокинс, я полагаюсь, на тебя вполне. Вот что, юнга, позови-ка сюда боцмена. Есть, сэр! Есть, сэр. Что ты тут делаешь, сынок? Капитан срочно зовет Боцмана. Приготовьтесь спустить паруса и отдать якорь. Боцман, я привык, чтобы мои приказы исполнялись молниеносно. Вы что, онемели, олыхи, живо выполнять команды? По местам! Костырь, Джон! Они устали сами. Вот что, Джон, после того, как отдадут якорь, спустите шлюпки. И пусть те из команды, кто хочет, могут съехать на берег. Отлично, сэр. Да, вы знаете, после трехнедельного плавания, прогулка по твердой почве... Не повредить. Понятно, сэр. Есть, сэр! Так, еще минута, и корабль наш. Где Джим? Хэнс, О'Брэйен! Вы вдвоем возьмете еще троих и остаетесь здесь. Смотреть мне в оба! Что, не обманешь? Клянулся. Не догадываясь о планах капитана, я решился вдруг на первой из отчаянных поступков, которые впоследствии спасли нас от смерти. Я рассуждал так. Мы не можем захватить корабль, раз Сильвер оставил на борту шестерых разбойников. С другой стороны, раз их осталось всего шестеро, значит, на корабле я сейчас не нужен. Я тайком проник в первую шлюпку. Однако Сильвер, сидевший в другой шлюпке, заметил меня. И тогда я пожалел, что поехал. Джим! Джим! Быстрей! Джим! Ну что, капитан, пока все идет нормально. Джим проскользнул в шлюпку и уехал вместе с пиратами на берег. Как? Ах, мальчишка! Он сорвал все наши планы! Я от него этого не ожидал. Значит, нас теперь шестеро. Ну что ж, теперь у нас один выход, покинуть корабль. Я предлагаю смотреть вот этот форт. Возможно, он послужит нам хорошей защитой. Хитяк! 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 Тихо! Хитяк! Хитяк! Что ж, я хотел бы повидеть! Хитяк! 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 КОНЕЦ Ого! Да тут настоящая крепость. Кто воздвиг ее, я не могу сказать, но то, что в ней можно выдержать любую осаду, это несомненно. Я был на войне, Хантер, и много чего повидал. И вот что я вам скажу. За стенами этого форта я чувствовал бы себя более уверенно, чем в каюте нашего сквайра. А что значит все это перешептывание и шушуканье? Давно пора раскрыть карты и перестать играть в темную. Я думаю, что это ты заложил нас капитану, а? Оставь его. Оставь. Оставь его! Не бойся, Аллан. Не троньте его! Это что, Сильвер? Том! Неужели бы ты думаешь, я стал хлопотать о тебе, если б не любил тебя? Ну, всем сердцем. Сильвер, ты уже не молодой человек, как будто имеешь совесть. Ну, по крайней мере, никто не считает тебя мошенником. Ответь мне! Отвечу. Ты знаешь, что бы матросы мне сделали, если б узнали, о чем я тут с тобой разговариваю? Вот и скажи мне, зачем ты связываешься с этими гнусными крысами? Отвечу. Да я скорее дам отрубить себе руку. Надолго своему не изменю. Это был голос Аллана. Мир его праху. Он умер, как настоящий моряк. И я своего долга не нарушу. Ой, Том! Вы убили Аллана. Так убейте и меня, если сможете. Но знай, я вас не боюсь! Ищите мальчишку! Ищите мальчишку! Приняйте. Приняйте. Субтитры сделал DimaTorzok Джинь! 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 Я три года не разговаривал ни с одним человеком! Три года? Вы что, потерпели кораблекрушение? Нет, приятель! Меня бросили люди на острове! Принимайте, доктор! Тихо, тихо! Вот еще два оружия! Давайте, осторожно! Мистер Трелли, мне показалось, что среди пиратов есть один надежный человек. Это кто? Я хочу попробовать с ним поговорить. Это Абрахам Грей, лодник. Что? Кажется, нас подслушали. Хенс! Они выгружают оружие! Там! За мной! Назад! Я обращаюсь к тебе, Абрахам Грей! Я покидаю корабль и предлагаю тебе следовать за своим капитаном. В сущности, ты человек хороший. Да остальные не так уж плохо, как хотят казаться. Поэтому я считаю до трех. Раз! Два! Я жду Грей! Три! Нет, капитан! Брошен на этом острове три года назад. С тех пор питаюсь козлятиной, ягодами, устрицами. Может быть, и к лучшему, что я попал на этот остров, Джим. Я много размышлял здесь в одиночестве и сделался богачом. Да-да, Джим, богачом. Я и из тебя сделаю человека. Однако, нет ли у тебя с собой кусочка сыра? Нет. Ай-яй! Долгие ночи я вижу во сне сыр на ломтике хлеба. Просыпаюсь, а сыра нет. Скажи мне правду, Юнга! Не Флинта ли это корабль? Нет, не Флинта. Он умер. Но на корабле есть несколько товарищей Флинта. Это для нас большое несчастье. А нет ли среди них одноногого? Сильвера? Да, Сильвера. Да-да, его звали Сильвер, Сильвер, Сильвер. Он наш повар и руководит всей шайкой. Если ты подослан коварным Джоном, я пропал. Не бойтесь. Там стреляют! Бежим! Бежим! Скорее! Бежим! А! Не затуху! Джим! Джим, подожди! Беги! Подожди! По лодке! Приготовились! Огонь! Что? Трейль был у Флинта Канонирова. Кто у нас лучший стрелок? Мистер Трелани, без сомнения. Мистер Трелани, прошу вас, пожалуйста, пострелите-ка одного из разбойников. Лучше всего Хэнса. Только осторожно не переверните ялик. А-а-а-а! 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 А-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а! Смотрите! Они сейчас спустятся за нами в погоню! Прибавь ходу! Налегай на весла, что есть силы! Если мы сейчас не доберемся до берега, нам придется туго! И-и-и раз! И-и раз! Огонь! Держитесь! Спасающий пары! О, Боже, какая жара! Я почти уже высох. Рэйдруд, достайте мешок. Есть веревка или крюк. Надо достать бочонок. Рэйдруд, спускайтесь. Почему вы мешкарите? Рэйдруд! Поехали! 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 Кто это? Кто это? Кто это? Скорее! 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 Как бы они нас не настигли! Ворота! Слава Богу, сэр! Мы так волновались за вас! Что? Закройте ворота! Рэйдруд! Простите, сэр! Распускай череп! Сэр! Прости меня, старый друг! Доктор, я умираю? Как бы мне хотелось перед смертью пустить им еще одну пулю! Том! Ты меня прощаешь? Как я могу? Прощать или не прощать? Я ваш слуга! Будь что будет! Пойдем! 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 Я, Александр Смоллетт, капитан, Дэвид Ливси, судовой врач, Абрахам Грей, помощник плотника, Джон Трелани, владелец судна, Джон Хантер и Ричард Джойс, земляки Сквайра, его слуги, это все, кто остался верен долгу. Взяв с собой припасы, которых хватит не больше, чем на неделю, мы высадились на берег и заняли форт, в котором надеемся выдержать атаки с большим успехом, чем на корабле, против трое превосходящих сил разбойников. Наши потери, Том Редрут, который пал, как герой. Послушайте тот крик, что вы слышали в лесу. Вы думаете, это был наш Юнга? Перед смертью все голоса одинаковы. Живой Джим Хокинс был бы теперь с нами. Двое. Юнга, Джим Хокинс. Двое. Осторожно. Держись, Джим. Этот чел у тебя построен сам. Видишь, как он видит? Если тебе он понадобится, ты можешь всегда его найти здесь, под скалой. Осторожно. Осторожно. И Джим Джим. Держи, мой мальчик. Держи. Держи. Скорей. Слушай, там твои друзья, я с тобой туда не пойду. Бенган хитер, ты это знай. Бенган парень не промах. Слушай, ты говоришь, что ваш скмайер истинный джентльмен, и он отблагодарит человека, который выручит вас всех из беды. Но я должен быть уверен, что он отвезет меня домой. Домой. Скажи им, что я не останусь в долгу. Они не пожалеют. Но я должен сам увидеть кого-нибудь из них, и пусть он даст мне свое джентльменское слово. Пусть придет один человек, и пусть у него в руке будет что-нибудь белое. Слушай, скажи им, что я принимаю от двенадцати до шести склянок. Бенган не член парламента и не главный судья, но у него тоже есть часы приема. Послушай, Джин, мне кажется, ты славный паренек. Скажи, если ты встретишь Джона Сильвера, ты не продашь Бена Гана? Я никого никогда не продаю. Смотрите в обод, Джойс. Простите, сэр, а если я кого-нибудь увижу, я должен стрелять? Капитал! Пока все спокойно! Ну, разумеется, Джойс. Благодарю вас, сэр. Даже если тебя привяжут к хвосту дикой лошади, не выдашь? Не выдам. Не выдам. Бери! Осторожно, она ядовитая! Стой! Стреляю! Стой! Стреляю! Капитан! Капитан! Рука! Джим! Живой! Джим! Доктор! Джим! Ох и заставил ты нас поволноваться. Простите меня, капитан. Ну, пойдем, пойдем, рассказывай. Джим, как ты считаешь, на этого Бена Агана можно положить? Не знаю, но, по-моему, с головой у него не совсем в порядке. Очень может быть. Если человек три года прожил на необитаемом острове, голова у него не может не пострадать. Послушай, Джим, а ты не смекнул, что он хотел нам сообщить? Нет, сэр, но мне кажется, что-то очень важное. Да? Мы их проворонили, Джон. А все ты. Ждите, пока я не скажу нужного слова. Мы, как кроты, будем десять лет копать этот остров, пока не сдохнем все. Клад где-то здесь. Это я точно знаю. Где здесь? Здесь, в болоте? Или там, в горах? Они сидят в крепости и считают пиастры. Надо штурмам взять этот проклятый форт и отобрать карто. Точно! Вы хотите, чтоб вам продырявили ваши дурные головы? Они сидят в надежном укрытии, у них около двадцати мушкетов. Одни будут заряжать, а другие укладывать вас на повал. Ну что, кто торопится на тот свет? Пожалуйста, другим больше достанется. Ну а если атака не удастся? А вы видели, как этот чертов Сквайр сегодня прострелил с качающейся лодки башку ринга? А доктор? А капитан? А Абрахам Грей? И вот уж я обратно на веревки потащу, как приманку для акул. Нет уж, чертова отродья! Если вы выбрали меня вожаком вашей шайки, так слушайте, что я вам скажу? Эй, промазал! Кто у нас в охранении? Карри! Позови его! Отравленная стрела! Бедный Джек! Кто-то из них хорошо владеет этим оружием. Пока нас здесь всех не перестреляли по одиночке, завтра на рассвете атакуем форт! Отомстим за Джека! У-у! 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 А-а-а! Продолжение следует... У-у! У-у! А-а-а! А-а! 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 Белый флаг. Какой позор! Не отобьют и пару склянок, как над этим фортом будет развиваться веселый Роджерс! Клянусь скелетом Флинта! Капитан, белый флаг! Держу пари, а не затевают какую-то хитрость. Давай, давай, Джим. Доктор, прошу вас, займите северную сторону. Грей, восточную, Хантер, западную. Всем остальным заряжать мушкеты и следить в оба. Черт их знает, что они еще затеяли. Эй! С чем пожаловали? Капитан Сильвер, сэр! Хочет подняться к вам на борт и заключить с вами договор. Капитан Сильвер? Я такого не знаю. А кто это? А-а-а! А это я, сэр! Наши несчастные ребята выбрали меня капитаном, поскольку вы изволили дезертировать. Но мы вам готовы опять подчиниться. Ну, понятно, на известных условиях. Дайте слово, что вы не откроете стрельбу, пока мы будем с вами разговаривать. У меня нет никакой охоты с вами беседовать. Если вы хотите говорить со мной, ступайте сюда. Ну, этого достаточно. Вашему слову можно верить. Прошу вас. Ну, что скажете, любезный? Садитесь. Неохота сидеть на таком санцепёке. Пустите меня в дом, капитан. Нет, Сильвер. Либо вы мой корабельный повар, тогда я с вами разговариваю по-хорошему. Либо вы капитан, Сильвер, бунтовщик, пират. Тогда не ждите от меня ничего, кроме виселицы. Ладно, ладно. Только вам придётся потом подать мне руку, чтоб я мог подняться. О-о-о, Джим! И ты здесь! Моё почтение, доктор. И сам наш сквайр, собственной персоной. Доброе утро, господа. К делу, любезный. Говорите, зачем явились? Правильно, сэр. Дело прежде всего. Ловкую штуку вы учинили этой ночью. Мы, мы были потрясены. Вот что я вам скажу. Мы хотим найти сокровища и найдём их. А вы хотите спасти свою жизнь. Мы можем договориться. Я знаю, у вас есть карта. Возможно. Да. И вот наши условия. Вы даёте нам карту, а мы вам на выбор два выхода. Первый. Погрузив на корабль то, что здесь спрятал флинт, мы разрешаем и вам зайти на палубу. И даю слово, мы вас доставим куда-нибудь в целости и сохранности. Либо другое. Вы остаётесь на острове. Продовольствием мы оставляем ровно половину запасов испаньолы. И обещаю вам послать сюда первый же встречный корабль. Ясно, я и изложил. Это всё? Не совсем. И учтите, если вы не выполните моих условий, то вместо меня будут говорить наши ружья. Отлично, Сильвер. А теперь послушайте меня. Если вы поодиночке, безоружные, явитесь сюда, я обязуюсь заковать вас в скандалы и предать справедливому суду. Если не явитесь, прошу запомнить, что меня зовут Александр Смолет. И я намерен всех вас отправить к дьяволу. Сокровища вы не найдёте. Уплыть на корабле вы не сможете, потому что никто из вашей шайки не умеет управлять кораблем. Вы крепко сели на мель, капитан Сильвер. И не скоро с неё сойдёте. И знаете, при следующей встрече я всажу вам пулю в спину. Убирайтесь, любезный. Поторапливайтесь. Так. Ну а кто даст мне руку, чтобы я мог подняться? Кто даст мне руку? Я уйду. Но знаете, что я скоро этот форт подогрею, как бочку пунша. Смейтесь, смейтесь. Ещё мгновение, и те из вас, которые останутся в живых, позавидуют мёртвым. Он подогреет нас, как бочку пунша. Джойс, где вы должны находиться? Нет, вот вы где должны быть. На западной стороне. Идите на восточную. Простите, сэр. А если я кого-нибудь увижу, то... Что? Простите, сэр. То на восточной, то на западной. Я отлично помню, что на восточной. Тихо, 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 тихо. Простите, сэр. Но мне прекрасно, если я кого-нибудь увижу, стрелять. Так стреляй. Кто тебе мешает? Тревога. Эндерсон, наш Гарри совсем застоялся без дела. А ну, пугни их. Эндерсон, наш Гарри. Тихо, тихо, тихо. Да, да, да. Эндерсон, наш Гарри. Эндерсон, наш Гарри. Ах, ах! 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 Ещё не вижу. Ах! Олухи! Ну, что же они делают? Они же перебьют друг друга. Ах! 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 Горит! Пиши, я тебе говорю! А-а-а! Осторожней! Осторожней! Ах! 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 Ну что, Джим? Отбегался! Хитрого Джоба не проведёшь! Джоб! Джоб! Борох! Фитиль! Джоб, бросай мальчишку! Бросай его! Ах! Ах! Джоб! Ах! Проклятье! Чтоб тебя разорвало! Куда? Назад! Куда? 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 Назад, свиньи! Назад! Нет! Хантер убит. Липсих, капитан ранен. Я перевяжу вас. Спасибо, доктор. Все убежали. Все, кто мог. Но пятерым уже не бегать никогда. Пятерым, ну что ж, не так уж плохо. Но ведь и нас стало на три человека меньшим. Так закончился второй день нашего пребывания на острове, принесший нам столько несчастья. В этот день я особенно остро почувствовал тоску по родным местам. По старому трактиру адмирал Бенгу, где ждала меня мать, даже и не подозревавшая, каким опасностям подвергался ее сын. Плывут седые облака в лазурь высоты, Я, как мальчишка, погружен в мечты, в мечты, И, изменяясь на лету, уходят облака в мечту они, Плывут, как сны, точь-в-точь, прочь, прочь, прочь. Плывут седые паруса торжественно чисты, Я, как мальчишка, погружен в мечты, мечты, И, уменьшаясь на лету, плывут кораблики в мечту не в силах Ветра превозмочь, прочь, прочь, прочь. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok